Загружаем Python и PyCharm Community, он будет бесплатный. При установке Python ставим галку на Add Python 3.9 to pass, чтобы прописать путь. У меня путь длинный, поэтому Disable Path Length. Это нам нужно будет, чтобы установить интерпретер в PyCharm на Python. А для PyCharm всегда нужна новая папка. Создаем пустую папку и записываем PyCharm в нее. Поскольку я уже загружала ранее PyCharm, я делаю JetBrains 1 и 2 пустые папочки, чтобы его туда сохранить. Создаю createassociation.py, чтобы он узнавал Python. И в пути прописываю Python. Для чего это нужно? Иногда код бывает не прорабатывается и не пропечатывается. Поэтому вместо того, чтобы это было автоматически, мы мануально сейчас проведем, сконнектим PyCharm и Python, чтобы он мог определять. Ставим Do Not Import Settings и перезагружаем компьютер. При начале PyCharm я выбираю темную тему. Предлагаемые плагины я не устанавливаю, пока они нам не нужны. Создать новый проект, плюс New Project. Название проекта Meta. И стартуем, загружаем сам PyCharm. Теперь у нас PyCharm заточен под Python. Правой кнопкой Click New File создаем новый файл для работы в Python. Название файла Meta тоже. Сейчас мы еще установим интерпретер для распознавания Python. И сделаем установки на увеличение шрифта. В нашем файле, который мы сейчас создали, делаем Recognition Connection с Python. Не разрешаем в свойствах коннектиться с Public Networks, как в аэропортах, в кафе и так далее. А переводим все на Private Networks, на домашнюю сеть, чтобы нас не взломали. Еще до работы в PyCharm можно проверить, рабочая ли программа Python у нас. Тогда мы заходим в Prompt, Command Prompt и печатаем PyPyPython, Py и Enter. И у нас отображается информация, какой тип Python сделан. И чтобы протестировать его, мы пишем какое-нибудь значение. В данном случае 20 плюс 20, Enter, показывает 40, Python работает. Теперь File Settings, Appearance, Use Custom Font. Ставим галочку и выбираем удобный для нас шрифт. Я выберу 20 или 18. Это меню. Editor General Font. Это будет шрифт в нашем самом Python, где мы будем писать программу. Ну и печатаем первое. Print Hello World. Вы сможете посмотреть более ранние курсы. Первый, второй и третий и дополнительный. А сейчас пойдем дальше. Итак, For Loop. For Loop у нас может извлекаться по-разному. У нас есть в данном случае мета, которая состоит из мета-класса. Это string в кавычках. И мы используем For Loop для того, чтобы letter, это буква для каждой буквы, в variables, в мета. Мы вначале печатаем мета, это будет просто мета-класса, и потом будем печатать каждую букву. Для чего это нужно? Если у нас будет variables состоять из множества string, а не с одного, мы тогда сможем извлечь, к примеру, friends и имена друзей. Мы сможем извлечь каждое имя друга, как мы извлекали каждую букву в мета-классе. Variable friends состоит из лист или списка, который каждый variable, каждое, что есть в лист, отделяет запятой. То есть это string, в каждом значении индекс 1, это Боря, string и так далее. Friends – это variable, который состоит из множества string. Если мы пишем For Friend in Friends, это означает каждый отдельный индекс variables friends. То же самое, как у нас был индекс в string мета. Таким образом вы сможете извлекать большие данные, помещенные в еще большие данные. Мы знаем, что есть функция power – возвести в степень в Python, в NumPy и в Pandas, но мы сейчас напишем специальную программу для того, чтобы возвести в степень. ByCharm помогает вам определить, задействовано в variable или нет. В данном случае raise to power у нас состоит из двух variables number и power. Это отдельные variables, которые в составе другого variables. И задействован number становится другим цветом, тогда вы сможете понять, что именно в вашем коде задействовано. Define – определяем raise to power как номер и степень. И loop – in loop. Для индекса в range power результат должен быть умножен на номер. Таким образом мы знаем, что возведение в степень – это умножение на саму себя. 5 в третьей степени – это 5 на 5 на 5. Поэтому мы результат умножаем на number. Следующая важная тема – accept. Она используется для того, чтобы те ошибки, которые существуют у вас в коде, программа игнорировала. Но нельзя злоупотреблять accept, иначе ваш код будет недействительным. К примеру, мы в банке или в HR, и мы хотим, чтобы человек, который заходит на наш сайт, написал, сколько ему лет. И сделал это цифрой, потому что наша база данных не будет применять стринг. То есть мне 21 год, нам не нужно. Нам нужна цифра. Input – это package, part of the package, которая позволяет юзеру вводить свои данные. Мы вводим constraint на input integer и int integer, который позволяет нам фиксировать только номера и писать ошибку кода, если там будет стринг, или слова, или буквы. Мы видим, когда я ввожу просто слова, выдает ошибку. Value error. Чтобы избавиться от этого и подсказать юзеру, мы используем trick and tip try and accept. Try означает попробуй, accept означает кроме этого. То есть accept появится перед юзером только в том случае, если он неправильно введет данные. Если все будет правильно, accept не появится. Accept у нас введите цифрами. И в конце, посмотрите, я оставляю для вас tip of the day, который PyCharm посылает каждый день. Это интересная информация, как то, short cut keys, быстрое введение, да, которое вы можете использовать и запоминать, и сортировать, потому что какие-то вам будут нужны, а какие-то нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok